Прочитав большое количество комментариев под своим предыдущим роликом, я пришел к выводу, что большинство людей понятия не имеют ничего о грузинских реформах. Кстати, грузинские реформы, именуемые «грузинским чудом», почти во всех заслуживающих внимания источниках печатаются в кавычках. Почему же «грузинское чудо» не называют громко «грузинским чудом»? Сейчас мы в этом будем разбираться. Кто же был тем человеком, кто запустил реформы в Грузии? Так вот, мозгом, создателем, вдохновителем и продвиженцем реформ в Грузии был вот этот человек. Зовут его, если вы еще до сих пор не знаете, Каха Бендукидзе. Я как раз таки думаю, что большинство думающих давным-давно знают этого человека. За несколько лет до смерти он очень плотно занялся Украиной, но, к сожалению, так уж случилось. Умер в 2014 году и через несколько дней будет три года, 13 ноября, с момента гибели Каха Бендукидзе. Он умер от сердечного приступа, но человек, понятное дело, такой комплекции с множеством болезней, это было предсказуемо, к сожалению. Михаил Саакашвили был фасадом, можно сказать, горлом Грузии, призывавший людей так или иначе следовать реформам, убеждающие их, упрашивающие их, объясняющие, почему теперь они стали жить хуже, чем раньше. Кое-что Кахе Бендукидзе удалось. Прежде всего, Каха Бендукидзе сделал три очень важные вещи. Как умный человек, он понимал, что страна не может развиваться без внешних инвестиций. Стране необходимы деньги, а жить на танжах – это не самый лучший выход. Поэтому он решил продать максимальное количество государственных предприятий иностранцам, и, кстати, за очень маленькие деньги, за что его многие и критиковали. Все свои реформы Каха Бендукидзе определил простым слоганом «нужно продать все, кроме совести». В результате действительно в Грузию полились инвестиционные деньги, которые затем и были использованы для необходимых реформ, в том числе реформа грузинской полиции, которой все восхищаются, или реформа медицинского обслуживания. Вторым очень важным шагом, который предпринял Каха Бендукидзе, было упрощение налоговой системы. Стали при этом грузины платить меньше налогов? Нет. Но благодаря тому, что налоговая система стала прозрачной, Каха Бендукидзе удалось вытянуть наружу черную бухгалтерию и заставить людей все-таки платить деньги в бюджет. Ну и третье он сделал немало в дерегуляции экономики в энергозависимости Грузии от России. Вот эти три вещи. Всего лишь немного. Повторяю, в 2004 году он был приглашен в правительство Грузии и возглавил реформы, а в 2009 году он уже вышел из состава правительства. Первое время он был даже министром экономики Грузии. Почему он ушел и не доделал свои реформы? Многие предполагают потому, что произошла война 2008 года между Россией и Грузией. А Каха Бендукидзе, хотим мы этого или нет, все свои капиталы сделал именно в России. С 1990 года он был, например, вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Возглавлял также комитет по налоговой и бюджетной политике России. И, видимо, поняв, что после 2008 года отношения между Россией и Грузией будут не самые лучшие, произошел конфликт интересов, так как все связи бизнесмена Каха Бендукидзе были завязаны на Россию, ему нужно было как честному человеку поступить именно так, как он поступил, то есть выйти из правительства Грузии, иначе ему бы пришлось вести двойную игру, а, судя по всему, он этого делать не хотел. Итак, он решил, что я сделал все, что мог для этой страны, я показал им направление, Грузия встала на правильную дорогу, а дальше уже все будет зависеть от Грузии и дальнейших реформаторов, способных довести реформы до конца. К сожалению, он ошибся. Грузию сейчас нельзя назвать реформированной страной. А Михаил Саакашвили, которого все как раз таки и считают великим реформатором без участия Каха Бендукидзе, ничего сделать не может. Для тех, кто очень сильно защищает Михаила Саакашвили, я уже неоднократно задал этот вопрос и задаю его еще раз. Как вы думаете, почему Михаил Саакашвили боится возвращения в свою замечательную реформированную страну? Ведь если он сделал все правильно, и его страна реформированная, там действует независимая, справедливая правовая система, то ему, честному человеку, нечего бояться. И если его дело будет рассматриваться в суде, то, конечно же, он его выиграет. Или получается, что никакой правовой системы Михаил Саакашвили в своей стране не создал, и он прекрасно понимает, что его будет судить не независимый, а несправедливый грузинский суд. Тогда возникает вопрос, как вы можете верить реформатору в кавычках Михаилу Саакашвили, если никакие реформы в конечном счете в его стране Грузии не функционируют? Продуктивный реформатор должен до конца своих дней продолжать жить в своей стране, гордиться тем, что он сделал. Ну, например, Конрад Аденауэр, основатель ФРГ, именно так и говорил. «Я горжусь результатами своего труда. Моя страна реформирована и процветает. Мои дети и внуки будут работать на благо этой страны». Что же это за реформатор, который скрывается за пределами своей страны? Значит, его реформы – фейк. Еще во времена реформ Кахи Бендукидзе никто из грузин не стали жить замечательно. Зарплаты за время правления Михаила Саакашвили не поднимались. Ни зарплаты, ни пенсии. Людям было тяжело жить. Да, они увидели реформированную полицию. Да, они увидели, что чиновники стали лучше и продуктивнее работать. Да, они увидели, что появилось больше иностранцев, и они пытаются создать какие-то предприятия и рабочие места. Читая комментарии, я понял, что очень многие украинцы мозгами ничуть не отличаются от тех же россиян. Они ведутся на популистские лозунги, на самую сладкую приманку – «Давайте будем бороться с коррупцией». То же самое, что говорит Алексей Навальный. Это очень круто – сливать в интернете материал, который тебе до этого слили в Кремле. Но при этом дальше за этими лозунгами ничего не стоит. Лично я вообще ничего не понял, что же предлагает Алексей Навальный. И какими методами он хочет бороться с коррупцией? Отнять и поделить? Посадить всех в тюрьму? Освободить страну от богатых людей? Итак, в 2009 году Каха Бендукидзе ушел и создал фонд знаний и аграрный университет Грузии. Уходя, он понял одну вещь, что единственное, чем еще может помочь своей стране, это инвестировать деньги в молодых студентов, в детей, для того, чтобы те, кто талантливы, у тех, кого действительно есть идеи, могли бы поддерживаться деньгами со стороны именно его фонда. Поэтому Каха Бендукидзе – человек, заслуживающий всяческого уважения. В интернете немного, но все-таки есть некоторые материалы его лекции. Всем думающим людям я советую обязательно слушать Каху Бендукидзе. Снаряд два раза в одну и ту же лунку не попадает. Два раза в одну и ту же воду не войти. Сколько еще нужно привести в поговорок, чтобы вы поняли, что не будет повторения. А если вы мне не верите, ищите мнение самих грузин, свидетелей. Кстати, сейчас на российском телевидении очень сильно поддерживают Михаила Саакашвили. Вдруг неожиданно он превратился в героя. Ну и естественно, Биака, страна Украина, ущемляет политические права гражданина Саакашвили. Хотя, конечно, я не думаю, что его как-то поддерживает Кремль. Но просто Кремль чует, что это именно тот человек, который может помочь Украине превратиться в Мордор. К сожалению. Вывод мой такой. Вам не нравится Петр Порошенко? Смещайте его на следующих выборах. Сделайте так, чтобы ваша система сменяемости власти на самом деле функционировала. Ищите среди кандидатов, а они у вас наверняка есть, того, кто будет более эффективен, чем Порошенко. Но выбирая другого человека, не давайте вторых шансов никому, каким бы симпатичным и громкоговорящим этот второй шанс не был. Выбирайте своих, новых политиков. Не ведитесь на популистов. При этом не ждите от этих реформ больших результатов. Дорога реформ очень длинная. Результаты этих реформ будут видеть только ваши дети, а может быть ваши внуки. Если вам станет от этого легче, то думайте о том, что вы уже стоите на правильной дороге. А такая-ка страна, как Россия, ей еще только предстоит через 5, а может быть через 10 лет встать на эту дорогу. И чем позже они на нее встанут, тем тяжелее будут проходить их реформы. Лично мое мнение, что Россия до реформ не доживет, скорее всего, эту страну ждет неизбежный распад. К сожалению, у меня по этому поводу нет ни малейшего. А вам, украинцы, я хотел бы обратиться с такими словами. Выдавливайте из себя Россию. В том числе и в своем отношении к популистам. Начинайте думать головой. И если вы что-то слышали о грузинских реформах, так потрудитесь, поищите материал о них. И может быть тогда вы поймете, что никакого грузинского чуда на самом деле не случилось. Я построил новую систему здравоохранения. Тут говорили, знаете, сколько получает грузинский врач? От 5 тысяч долларов до 15 тысяч. А почему? Потому что мы не крали. И у них делали все в условиях того, что помогали народу. Доброго времени суток, дорогие жители Украины. Как вам известно, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в одном из своих последних выступлений заявил, что вследствие реформ в сфере здравоохранения, которую провел он, грузинские врачи получают среднюю зарплату от 5 до 15 тысяч долларов. Нам эта информация показалась несколько странной, поэтому мы решили ее перепроверить непосредственно у людей, которые занимаются нашим врачеванием. Мы будем задавать довольно некорректный вопрос грузинским докторам. Какая у них зарплата? За нами находится детская больница инфекционных заболеваний города Твилиси. Отсюда мы и начнем. Джон Джанаши, директор детской инфекционной больницы. Какова средняя зарплата конкретно у врачей в вашей клинике? Сегодня от 900 до 1200 ларов. А вы не можете сказать, вот 1200 лар, это сколько эквивалент к долларам? Около 700 долларов. Около, ну, приблизительно от 500 до 700 долларов. Губернатор Одесской области заявил, что врачи в Грузии получают, благодаря реформам, которые он провел в сфере здравоохранения, от 5 до 15 тысяч долларов. 5 тысяч долларов, это 12 тысяч лар, да, насколько я знаю? Ну, да, приблизительно, да. Вот и что вы можете, как вы можете прокомментировать? Это с грани фантастики. Мы можем побеседовать с несколькими сотрудниками вашей больницы? Конечно, ради бога. Просто мы зададим этот некорректный вопрос, какая у них зарплата? Пожалуйста, ради бога. Ну, в цифрах это можно сказать, допустим, это 5 тысяч долларов, 15 тысяч долларов или 10 тысяч долларов? Вы за 15 лет спрашиваете? Я спрашиваю, я спрашиваю, ежемесячно вы получаете сколько? Ежемесячно сейчас примерно 1000-1200. 1200 лари? Да, лари, лари. А это эквивалент в доллар сколько? На сегодняшний день примерно, ну, не знаю, 550-580, наверное. Нину Айрозашвили. Врач? Врач-радиолог. Сколько листажа? Около 4. Зарплату можете сказать? Ну, конкретно не смогу назвать, наверное, потому что у меня нет фиксированной зарплаты. Я завещаю от количества. Это больше 1000 долларов, допустим? Нет. Меньше 1000? Караста. Тина Каридзе. Вы врач? Да, я врач. А сколько лет ты занимаешься врачами-брачами? Я в этой больнице работаю уже почти 30 лет. Какова ваша зарплата? Извините, что я... Зарплата у нас по выработке, ну, когда как. Ну, какой диапазон припозиции? От 800 до 1000 лар. Это где-то 500 долларов на... Да. Ну, зависит от курса доллара. Я Екатерина Купатадзе. Я заведую центральную лабораторию Республикарской больницы. Наша лаборатория врач по образованию с большим клиническим опытом. В среднем варьирует от... Для лаборантов в среднем получается 500 лар. Это уже на руках чистая, так сказать, сумма. А для врачей... Это 250 долларов? Приблизительно так. А для врачей, лаборантов, которые ответственны за уже результаты и все остальные клинические данные лабораторных исследований, они в среднем получают где-то от 800 до 1000 в зависимости от ответственности и от стажа работы. То есть врачи-лаборанты получают... Приблизительно... Ну, получается, да, от 400 до 500 долларов. Да, да. Если вам известно, адресский губернатор заявил, что врачи получают в Грузии благодаря медицинской реформе в среднем 15 тысяч долларов. Вы знаете, в среднем в месяц? Ну, видимо, он это имеет. Нет, это что-то там... Что-то там... Нет, это нереально. Это абсолютно может подтвердить любой врач в реальности Грузии. Потому что такие заработные платы, они и на государственных уровнях не так. Это нереально. Последние два года у меня зарплата увеличилась в три раза. Это сколько? Было 250, а сейчас до 900 рублей. 900 лари. Да. 900 лари, это где-то 400 долларов. Приблизительно по сегодняшнему курсу. В Екатерине вы решили врач-акушер-гинеколог. А сколько лет вы работаете? Я уже 7 лет работаю. Извиничная зарплата сейчас доходит до уровня 800, 900, 1000 рублей в зависимости от... Лари. Да, 1000 лари, извините. В зависимости от посещаемости больных, которые увеличиваются. 1000 лари, это приблизительно 450 долларов, да? 450 долларов, да. Инга Мурчадзе, семейный врач-терапевт. Со стажем 25 лет. От 600 до 700 лари. Последние 2-3 года. Я построил новую систему здравоохранения. Вы тут говорили, знаете, сколько получает грузинский врач? От 5000 долларов до 15 тысяч. А почему? Потому что мы не крали. И у них делали все в условиях того, что помогали народу.